Закон «Любовь» Что такое «Любовь»? Сколько людей, столько и мнений об этом прекрасном чувстве. Ещё древние греки делили любовь на виды. Они выделяли семь видов любви. Но не будем слишком углубляться, рассмотрим три. Эрос, Филию и Агапы. Эрос – это любовь-страсть, вожделение. Потребность в обладании другим человеком. Эрос никогда не бывает счастливым. Да, вожделение может быть удовлетворено сейчас, но потом оно возникает снова. Филию – совсем другой тип любви. Какая любовь-счастье. Вы радуетесь, когда видите другого человека. Вам нравится пить с ним чай или делать что-то вместе. Агапы ближе к милосердию. Это любовь-бесстрастия. Сочувствие. Потребность помочь другому. Поедение человека в зависимости от типа любви, конечно же, сильно отличается. И если вы почитаете стихотворения любви с этой точки зрения, вы увидите, насколько они разные. А что такое любовь Творца? Творец – это бесконечный поток любви. Когда Творец решает вновь познать себя, он посылает импульс, и где-то рождается новая духотвоенная частица – душа. И на небе зажглась еще одна яркая звезда. Как Творцу познать себя, если он есть любовь и все вокруг соткано из любви? Все одно. Все в нем самом, а вокруг него тоже он. Чтобы Творец смог познать себя, он сотворяет новые частицы, новые души. Чем больше новых вариантов, тем больше вариантов познания себя. Творец познает самого себя через опыт новых частичек душ, которые на время лишаются высшей безусловной любви в плотном воплощении. Что есть любовь? Послание для потомков. Письмо дочери Эймштейна. Когда я предложил теорию относительности, очень немногие понимали меня. И то, что я открою тебе сейчас для передачи человечеству, также будет сталкиваться с непониманием и предрассудками в мире. Я прошу тебя сохранять письмо так долго, как это необходимо. Года, десятилетия, пока общество не будет достаточно развито, чтобы принять то, что я объясню ниже. Существует очень мощная сила, сила, которая до сих пор наука не нашла официальное объяснение. Это сила, которую включает в себя и управляет всеми остальными явлениями, работающими во Вселенной. Это Вселенская Сила Любовь. Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую мощную невидимую силу. Любовь – есть свет, который просвещает тех, кто дает и получает его. Любовь – это притяжение, потому что это заставляет некоторых людей чувствовать влечение к другим. Любовь – это сила, потому что она умножает лучшее, что у нас есть, что мы есть, и позволяет человечеству не быть погруженным в срепой эгоизм. Любовь разворачивается и показывает, для любви мы живем и умираем. Любовь – есть Творец, и Творец – есть Любовь. Эта сила все объясняет и дает смысл жизни. Это переменная, которую мы игнорировали слишком долго, может быть потому, что мы боимся истинной Любви. Чтобы понять Любовь, я сделал простой замену в моем самом известном уравнении. Если вместо Е равно МЦ2, мы признаем, что энергия, чтобы исцарить мир, может быть получена через Любовь, умноженную на скорость света в квадрате, мы приходим к выводу, что Любовь является самой мощной силой там, потому что это не имеет пределов. После провала человечества в области использования и управления другими силами Вселенной, которые повернулись против нас, это крайне необходимо, чтобы мы питали себя другим видом энергии. Если мы хотим, чтобы наша цивилизация выжила, если мы хотим найти смысл в жизни, если мы хотим сохранить мир и каждое разумное существо или чувствующее существо, Любовь – один и единственный ответ. Возможно, мы еще не готовы, чтобы сделать бомбу Любви, устройство достаточно мощное, чтобы полностью уничтожить ненависть, эгоизм и жадность, все то, что опустошает планету. Тем не менее, каждый отдельный индивидуум несет в себе небольшой, но мощный генератор Любви, энергия которого ждет, чтобы быть освобожденной. Когда мы учимся давать и получать эту энергию универсума, мы подтверждаем, что Любовь побеждает все и способна преодолеть все, потому что Любовь – это квинтэнсенция жизни. Я глубоко сожалею, что не смог выразить то, что находится в моем сердце, которое тихо стучит для тебя всю жизнь. Может быть, это слишком поздно, чтобы извиниться, но время относительно. Я должен сказать тебе, что я люблю тебя, и благодаря тебе я достиг окончательного ответа. Твой отец – Альберт Эйнштейн. У человека всего два базовых чувства. Эмоции – это не наши эмоции души. Это то, что мы переживаем через физическое проявление неосезаемого сигнала тела. Наши эмоции имеют свою вибрационную частоту. Есть только два чувства, переживаемые человеком – страх и Любовь. Все остальные происходят прямо или косвенно от них. У страха длинная и медленная частота вибраций, у любви – быстрая и короткая частота. Чтобы показать, что вибрация – это основа бытия, нужно обратиться к гематике. Гематика – наука, изучающая видимый звук и вибрацию. Когда вибрации проходят через какую-то среду, они производят определенные узоры. С увеличением частоты формируют более сложные узоры. Это именно то, что сегодня происходит с нашей Землей и человечеством. Частота Шумана повышается с каждым годом. Существует 64 кода аминокислот в нашем ДНК, созданное из четырех элементов – углерода, кислорода, водорода и азота. По логике, должно быть активировано 64 кода, но у человека активировано только 20 кодов аминокислот. Существует переключатель, который включает и выключает коды в местах их расположения. Этот переключатель является тем, что мы называем эмоцией. Здесь мы непосредственно видим, что эмоции напрямую связаны с генетическим материалом. Страх – это длинная и медленная волна вибрации. И она соприкасается в нескольких местах ДНК. Так, человек, живя в страхе, ограничен числом антенн, которые ему доступны. У тех, кто живет в эмоциях любви, волна чаще пересекается с цепочкой ДНК, и у такого человека прочная взаимосвязь между эмоциями и генами. Проще говоря, если человек в страхе, то он выключает определенные гены и происходят негативные изменения на уровне ДНК. Если человек на вибрациях любви, то все его гены настраиваются и взаимодействуют, как отлаженный оркестр. Что такое высшая любовь? Безусловная любовь души ко всему сущему, без исключения, даже к самому-самому негодяю на Земле. Открывается она изнутри нас. Есть любовь физического тела, голос инстинктов, а есть безусловная любовь души и Творца. У людей смешаны эти чувства, и они путают высшую безусловную любовь с физической и энергетической привязкой к другому человеку, родители к детям, партнеры по отношениям и браку. Задача каждого из нас научиться взаимодействовать в унисон души и физического тела. Слиться в уединении ума души и ума тела, и тогда душа растет через слаженный союз этих уникальных творений, придя к чистому свету и безусловной любви. Из чего первоначально и была создана душа каждого из нас. Где живет любовь в теле? Сердечный центр человека, сердечный чек, отвечает за любовь. Это главный энергетический центр, который отвечает за связь с собственной душой и домом своей души, откуда она пришла и куда уйдет после жизни. Сердечный энергетический центр отвечает за эмоциональность, открытость человека, чувствительность, отзывчивость. Это центр любви, нежности, эмоциональный баланс человеческого организма. Одним словом, он отвечает за формирование эмоциональной оболочки человека. А также это центр веры и духовного равновесия и стабильности. Находясь в центре всей энергоструктуры человека, сердечный центр отвечает за балансировку, гармоничную подстройку и взаимодействие с высшим началом. Это как раз то место, где встречаются личные и коллективные аспекты ее человека. Это еще и центр контроля и управления всей биоэнергетикой человека. По уровню развития сердечного центра можно судить об эмоциональной зрелости человека, эмоциональной открытости к окружающим вибрациям плотного и тонкого мира. Дезориентация или неуравновешенный сердечного центра выражается в следующем ощущение одиночества, депрессии или наоборот преувеличенное погружение в любовь и зависимость. Люди с таким дисбалансом говорят, «Я люблю тебя», а имеется в виду «Я нуждаюсь в тебе». Это чистая привязка к человеку. Дисбаланс выражается еще как преувеличенное желание отдавать, самопожертвование, повышенная чувствительность к чужим страданиям и горе, принятие чужих ошибок на свой счет, ощущение вины за действие и негативное состояние других людей. Правильно развитый сердечный центр дает человеку самоконтроль эмоций, мудрость, внутреннюю силу для преодоления препятствий и трудностей с минимальными потерями по жизни. Чистоту помыслов и намерений усиливает энергетику. Человек полон сил и здоровых желаний. Он свободен от мнения окружающих, легко справляется с давлением социума. Таким человеком невозможно манипулировать, в том числе эмоционально давить на жалость, заставляя отступать от своих принципов и приоритетов в делах и внушать ограничивающие установки. Чего вам не хватает в жизни больше всего? Ответьте на вопрос. Чего больше всего вам не хватало в детстве от родителей и взрослых? На моих вебинарах, как правило, отвечают «Хотелось любви, поддержки, взаимопонимания, дружеского общения, хотелось принятия такого, как есть, проведенного вместе времени, позитивного внимания, ласки и одобрения. Еще не хватало разговора на равных, возможности сказать, что чувствуешь и думаешь, чувство свободы, самостоятельности и, главное, позитивных эмоций». Основная масса родителей с утра до вечера тыкают ребенка в его ошибки, недовольны сделанным и во всем выискивают недостатки. Не так сидишь, не так ешь, измазал белые носки. Вопрос к родителям. А зачем нужно было покупать и надевать их? Не с тем дружишь, не так думаешь. Не, не, не. Одним словом, не смог оправдать надежды и цели родителя. Я это называю синдром старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Родители вечно всем недовольны и во всем ищут негатив. Ребенок, пребывая в состоянии беспомощности, замешательства, можно сказать, даже возникает шизофрения, только происходит раздвоение не личности, а цели. Ему никак не удается достичь законченного удовлетворительного результата цели для его родителей. Вроде делает, а взрослый постоянно недоволен, ему всегда что-то не так. Кстати, это же относится и к отношению мужчины и женщины, производственным коллективам и прочим социальным группам. При постоянной негативной критике люди поступают приблизительно так, как в той метафоре протоксиста, что была озвучена выше. Можно сколько угодно говорить о проблемах, но дело не сдвинется с места, если не отвечать на вопрос, а куда же ехать. Если зацикливаться и пребывать постоянно в произошедшем, то это пустая трата времени, раз. Два, в этом послании нет рекомендации, инструкции, что делать человечку. Такой ребенок вырастет с забитым, безинициативным, инфантильным из кучи комплексов, которые заложат неуверенность в себе. А вступив в семейную жизнь, этот новоиспеченный родитель будет передавать своим детям те же злосчастные модели поведения. По сути, родители, партнеры по отношениям, читая аннотации, как плохо в зоопарке, как ужасно в Макдональдсе, закладывают фундамент проблемной жизни. На деле своими нравоучениями люди отбивают весь интерес к общению с ними и подавляют активную жизненную позицию ребенка-партнера, отбивая инициативу, лидерские качества, интерес к домашним делам и помощи в совместных делах. Как родители отбивают детям проявление любви? Почему мы боимся проявлять любовь к близким? Пример неадекватного поведения родителя, который своими руками отбивает проявление к нему любви собственного ребенка. Наблюдаю картину в метро. Девочка лет пяти-шести обнимает маму и сильно прижимается к ее груди, улыбаясь во весь рот. Таким образом, девочка выражала любовь к своей любимой маме. Последнее вместо того, чтобы ловно цель обнять в ответ, сказать теплые слова любви, то есть подкрепить поведение ребенка этими действиями, скривило лицо, грозно припекала, что ты делаешь, мне больно. Видно, маме что-то там зажало и резко отодвинуло прижатое лицо дочери. Перевожу ее действия. Она закрепила негативного взгляда мокриком и движением рук. Так вести себя нельзя, ты своей любовью причиняешь мне боль. Если ребенок еще несколько раз получит подобное подкрепление, то больше не будет проявлять. И подобное поведение матери возьмет себя в арсенал привычек, тиражируя на всех партнеров. Матери в будущем это прилетит назад. Мой отчет о проведен о регрессии. Вчера провела уникальный сеанс регрессии в прошлой жизни с очаровательной женщиной. Даже для меня бывалого регрессолога открылась новая информация, которая важна для каждого из нас. До сеанса клиентка не понимала, как ей разрешить свои сложные задачки со своим мужем. Как она рассказала, она вляпалась в замужество и сейчас в состоянии полной безысходности, и жить невозможно с этим мужчиной, и уйти что-то держит, хотя материальные возможности разойтись есть. Второй вопрос. Ей сильно мешало жить с непониманием, за что мама в детстве ее наказывала и обижала. в сеансе регрессии человек ищет первопричину, для чего несчастье с ним происходит. Когда увидишь суть, происходит принятие мира, ситуации, людей, и внутри поселяется гармония и психологическое равновесие. Отмечу два значимых момента в сеансе, которые важно знать каждому человеку, хотя озарения у моей подопечной было куда больше. Первая работа с мамой. Ее мать была в детстве несправедлива к ней. Унижала, обижала и даже била ее, а младших сестер нет. Такое жесткое отношение не укладывалось в голове женщины, и постоянно возникал вопрос «за что?» Явных косяков ребенок не делал. Это мелочи, которые можно спокойно принять родителям. На обеды к маме в прошлом она долго работала, и претензий особых не было. Но оставалось внутреннее непонимание несправедливости, и ее это сильно терзало. Просмотрев несколько жизней, женщина составила следующую картину. В одной жизни ее показали большим мужчиной в виде Керасима, как из рассказом угрюмый, одинокий, тяжелый каждодневный труд для того, чтобы выжить. Он должен был прожить в одиночестве, научиться состраданию и безусловной помощи людям. Он ее выполнил, но жизнь была тяжела и безрадостна. Вторую жизнь показали, как женщина вырастила ребенка чисто материально, а дети обуть накормить и так далее, но не вложила в него чувства любви к людям к миру, так как сама не умела любить. А ребенок вырос жестоким и большую часть жизни унижал, обижал, бил ее. Ее любовь к ребенку вернулась назад через него. В этой жизни мать подопечной негативным отношением к ней напомнила ей о том, что так делать нельзя, и она должна дать своему ребенку свою любовь, научить его любить и проявлять это чувство на все 100%, и это ее главная задача. Для будущего малыша очень важно, чтобы мама активировала эту программу безусловной любви, так как у малыша миссия работать с большими массами людей и сотворить что-то грандиозное и полезное для общества. А прошлая жизнь Герасиму дала ту базу, на которую ложится безусловная любовь. Именно так постепенно из жизни в жизнь мы нарабатываем нужные качества души. Второй вопрос о муже. Духовный куратор подопечной показал, что ее муж как биоробот, с малым количеством энергии, взятой на данное воплощение. Основная часть его души находится в другом месте. Это был для нее шок. Из-за этого он был приземлен, живет интересами трех нижних чакр, инстинкта и удовольствия, практически неэмоционален, мало инициативен и находится в негативном мышлении. Задача моей подопечной этого воплощения начать принимать мужа как есть, со всеми его недостатками. И как только она его окончательно примет, ситуация с ее браком сама разрешится. Она была в очередном шоке. Она не понимала, для чего свыше так делают, ведь это жестоко. Типа я уже буду готова принять его и жить с ним, а его тогда сразу уберут. Объяснили тем, что за одну жизнь нужно успеть проработать разные уроки с другими партнерами. Знание этого глубинного замысла дало осознание на принятие ситуации с мужем. Далее просто нужно нарабатывать новую привычку. Я дала ей упражнение принятия, чтобы на все, что происходило в жизни, внутренне говорить, принимаю с поклоном головы вперед. Это согласие с высшим правосудием мироздания. Ведь в мире нет хаоса и у вселенной нет плохих намерений в отношении людей. Она дружественна. Все кармически обусловлено в любой ситуации. Каждый попадает в те обстоятельства, в которые ему нужно попасть для прохождения урока. Сделать мир страшным, опасным, а какое-то событие в своей жизни трагедией или психологической травмой, исходя из мизерной поверхностной информации. Это выбор каждого. Помним, как учиться принятию, которое приведет к безусловно любивой порядка. Внутри себя нужно согласиться с происходящим, а внешне ответить человеку адекватной ситуации и желательно сделать это в экологичной для него форме. Вроде банальные вещи показывают в прогрессиях, и многие люди это знают или слышали об этом, но после личных осознаний человек выходит в жизнь уже совсем другим, и его трудные задачки по отношениям, по здоровью и деньгам решаются гораздо быстрее. Как прогрессолог я знаю, что все люди без исключения ищут здесь на земле эмоции высшей безусловной любви, состояние радости и удовольствия и готовы за это многое отдать. Кстати, деньги люди считают тем эквивалентом, который можно обменять на эти эмоции. Именно поэтому все мы так хотим материального благополучия. Мы хотим не денег, а тех радостных минут, которые можно купить за деньги. Об этом подробнее поговорим в законе радость. Как вы думаете, почему женщины так цепляются за лавеласов и отдают им все? Потому что они закидывают ее комплиментами, дают ей счастье, дают понимание, что она хороша, востребована и красива. Почему мужчина заводит себе любовницу? Потому что женщина в режиме рекламной привлекательности пока не заполучила мужчину, ведет себя иначе, чем после формирования пары в браке. Любовница закрывает мужчине потребность прежде всего в психологическом комфорте, ласке, принятии, восхищении талантами мужчины, в достатке разнообразного секса или секса вообще. Он ищет в любовнице тихую гавань, где можно просто отряжаться от внешнего мира и завязать раны, полученные во внешней среде. Особенно мужчина ищет любовниц, если дома его жена устраивает второй фронт боевых действий, первой, как правило, вовне, на работе. Откуда у нас тяга к высшей любви? В человеке глубинно сидит память о высшей любви, космической любви Творца, которую каждый из нас жаждет здесь получить и вновь ощутить. Он помнит, как купался в этой безусловной любви в тонком мире у себя дома, когда ее было в избытке. Эта память настолько сильна, что, когда человек попадает в плотный мир Земли, где внешние обстоятельства в десятки раз жестче и тяжелее, где его гнобят и унижают, человек стремится ее обрести заново и хочет прочувствовать с той же силой. Как мы чувствуем любовь? Она для человека ощущается прежде всего как эмоция, которая охватывает нас, когда мы подключаемся к какому-либо источнику. Партнер по отношениям, родители, дети, кумир. Можно испытывать эти сильнейшие эмоции и по отношению к высшему началу, этой энергии мироздания. Человек хочет получить эту энергию любви всегда, а где ее взять, не знает. Через что можно получить любовь? Шаблон людей на земле. Любовь можно получить через родителей, детей и отношения мужчины и женщины. Если у человека нет любви от родителей, нет любовных отношений или вообще отношений, человек чувствует себя несчастным. Именно поэтому человек постоянно в поиске. Он ищет источник любви, источник этих эмоций, этой высшей энергии. То есть здесь на земле человек ищет замену этого высшего источника. И конечно любовь в отношениях не заменит человеку ту, которую помнит его душа. Родительская любовь – это образец проекции безусловной высшей любви, но все же намного ниже. А недополучив эту любовь в жизни, человек ищет ее дальше теми способами, которые ему доступны. Как правило, это скандалы, претензии к своим близким, упреки в неблагодарности за свои труды. Любовь к себе – это что? Кстати, некоторые люди ставят на первое место земные отношения, и это главное в их жизни. А к чему это приводит? Человек ищет любовь снаружи, а нужно как? Искать в себе, закрывать эту потребность через себя, взращивать здоровую любовь к своему телу, способностям, качествам характера, ценности своей значимой роли в обществе. Наполнившись, человек начинает отдавать ее первым, за что вселенная через людей дает поощрение в виде хороших отношений, внимания со стороны родных, признания вашей значимой роли в их жизни, здоровья, успеха в работе, удача по жизни. Настало время эпохи Водолея, правила которого гласят, прежде чем что-то получить, отдай, но безвозмездно. Мы же если что-то и делаем, то потом упрекаем в том, что нет благодарности. Я тебе двадцать лет отдала, а ты неблагодарный. Разве даром эта женщина отдавала заботу и любовь? Как минимум за благодарность, ведь она ею упрекает? Если вы научитесь правильно отдавать в реальности, ваша жизнь станет полной счастья, радости и гармонии во всех сферах жизни. Любовь к соседней клетке большого организма. Как в будущем будет изживаться национализм в нашем обществе? Исходя из знаний реинкарнации, национализм бессмыслен. Сегодня ты еврей, завтра раб, послезавтра негр или индейец, а может китаец или японец. Не любите сегодня какую-то нацию, значит вы сами себе сделали заказ на следующую жизнь именно на эту национальность. Вас радует такая перспектива? Практика «Если б я любил» Цель практики – выйти на уровень пятого измерения сознания и быть на одной волне с собой, людьми и творцом. Задача – развивать в себе позицию ангела. Дает практически абсолютную неуязвимость от всех невзгод в сочетании с мощной силой режиссера своей жизни. Учиться ответственности перед собой и перед людьми. Учиться умной и радостной заботливости. Думать об окружающих и о себе, когда заботиться о них и о себе становится естественной потребностью. Думай о других, заботишься о всем космосе, а значит о Творце. Развивать позитивное мировосприятие. делать каждый день теплым, наполненным радостью и любовью к себе и людям. Чем полезно? Через какое-то время после отработки упражнения придет понимание того, что это твой город, поселок, деревня, страна, планета, что люди рядом не чужие и злобные, а свои и родные, и в целом симпатичные, хотя бывают заблуждаются и ошибаются. Ведь все со своими задачами души и тараканами и закидонами, но любя их, ты понимаешь, что они имеют на это полное право. ОЗР объем запланированного результата «Могу 5 раз из 10». Как буду работать? Начинаю с малого. С нескольких реприз по 5-10 минут, один раз в день, первую неделю. Вторая, третья, четвертая неделя проходят по возрастающей, два раза в день, три раза в день. В общественном месте, в метро, в магазине и так далее, представляю, что все люди в магазине мои друзья, родственники или близкие люди. Все мы идем к одной цели, только разными дорогами. У меня нет конкурентов, у меня есть соседние родные клетки одного организма. Веду себя, исходя из этой мысли. Обращаюсь к продавцу или прохожему с позиции близкого человека, то есть всякий раз собираюсь общаться с другим человеком, сначала задаю себе вопрос, а если бы я любил этого человека, как бы я тогда поступил или сказал? Смотрю, разговариваю с ней или с ним с лаской и заботливостью. Если уже что-то сделал или сказал не очень доброе, задаю себе опять тот же вопрос. Далее переделываю, что уже произошло, или в реальности, или в мыслях, если поезд уже ушел окончательно. Принимаю обратную связь от людей с благодарностью о заботе в мой адрес. В отношении с людьми, которых я вроде бы и так люблю, можно спрашивать так, а если бы я его действительно любил, как бы я поступил? я бы тогда сделала то, что хочет мой близкий или поступил бы опять по-своему, как считаю правильным с моей позиции. Если мне что-то не нравится, я не злюсь, а готовлю предложение, как улучшить. Предлагаю «Подари мне пять минут». Я хочу поделиться конструктивом. Записываю за партнером правила алгоритма действий, как поступить в следующий раз. И поступаю в следующий раз именно так. Это и есть проявление любви к родному человеку. Учитываю все виды любви материнскую, отцовскую и творца. Где надо, применяю ласковую, нежную поддержку и заботу. Где надо, применяю отцовскую любовь и любовь творца. Настаиваю на здравом смысле, а не ведусь на слепую эгоистическую любовь к близким или к себе. Помню и понимаю при этом любовь как бескорыстную, радостную заботу о людях. К себе отношусь с позиции, если бы я себя любила, то как бы поступила в данной ситуации? Например, нужно ложиться рано спать, чтобы тело отдыхало, но полно еще незаконченных дел, как поступить? Если бы я себя любила, то все дела отложила бы на завтра и легла спать вовремя. Если истинно любила, то однозначный ответ «да». Всех дел не переделаешь, здоровье моего тела дороже. «Если бы я себя любил, делал бы зарядку каждый день?» Ответ «да». ЗОЖ – это залог качественной жизни. «Если бы я любил себя и свое тело, бросил бы я курить?» Ответ «да». Мне не нужен рак легких в перспективе и дряблые сморщенные кожи. «Если бы я себя и свое тело любила, то ела бы умеренную здоровую пищу?» Ответ «да». Я хочу до старости прожить в здоровом теле, а не глотать таблетки от хронических заболеваний, отравляя свой организм. Методика «Открой внутренний мир для любви». Человеку важно самому формировать свой субъективный внутренний мир. Помните, что у каждого живущего на планете ответственность только перед собой. Любой выбор в поведении и мыслях – это выбор выбирающего. Какие вы мысли выбираете, в том мире живете. Если вы думаете, что мир прекрасен и в нем есть все возможности, и вы часть этого мира, так и будет. Если вы думаете, что мир враждебен, и от вас ничего не зависит, и вы часть этого мира, так и будет. Используйте визуализацию для формирования своего позитивного внутреннего мира. Методику вам в помощь предоставила писательница психолог Ольга Сорокина. Цель методики – открыть свое сердце для себя и других людей, научиться принимать и любить себя и всех людей, безусловно. Методика простая, и вместе с тем, используя ее, можно получить очень много энергетических, психологических и физических ресурсов. Все, что от вас потребуется, это уделить себе некоторое время, расслабиться и визуализировать образ. В качестве примера можно рассмотреть визуализацию сердца. Если вы чувствуете, что у вас недостаточно любви, или вы зажаты и не можете открыться в полной мере, как хотелось бы, вы в буквальном смысле представляете свое сердце и дверь в нем. Затем смело открываете ее и всегда оставляете открытой на распашку. Там за дверью вы можете создать все, что только хочется. Это может быть роскошный сад, берег моря, уголок в лесу, поляна, пикры, свое место силы. Главное обязательно, чтобы где-то журчала вода. Возможно, вам захочется представить просто удобно обставленную комнату, где вам комфортно и хорошо. Однако, если мы открываем сердце всему миру, лучше это сделать на природе, так как там поместится большее количество пришедших к вам людей. и создав свой оазис полной гармонии, вы начинаете впускать туда тех, кого вам хотелось бы видеть там или с кем хочется наладить отношения. Вы обнимаете их, говорите им слова любви и благодарности, приглашаете прогуляться. Там вы можете просто любить этих людей даже без слов. Просто дарите им свою энергию любви и благодарности. И когда вы почувствуете, что любовь вас переполняет, просто берите ее там охапкой и разбрасывайте за дверь всем остальным, кто остался за пределами вашего сердца. Такую же комнату можно создать, например, в вашей голове. Пусть это будет библиотека или кабинет, где все обставлено именно так, как хочется вам. Все разложено по своим местам или наоборот, творческий беспорядок. Главное, там вы можете спокойно работать и принимать важные интересные мысли от своих наставников. Можно создать другую комнату, например, для переговоров или важных встреч. Допустим, в вашем окружении есть человек, которому необходимо что-то сказать, объяснить, поговорить по душам. Поприглашаете его туда и спокойно проговариваете ваши мысли, доносите всю ту информацию, которую вы каким-то причинам не можете донести в жизни. Можно создать комнату или место для трансформации убеждений и верований, страхов и неуверенности, где под рукой будут все нужные инструменты. Можно в вашем мире создать все, что вы захотите, любое пространство, с любыми декорациями и любыми эмоциями. И уже это место само по себе будет влиять на состояние вашей души и тела. Помним об одной особенности нашего физического тела. Мозг не очень-то хорошо различает реальность и фантазии. И если вы представите себя где-нибудь на море под пальмой с холодным коктейлем, основательно погрузитесь в это переживание, то ваш мозг будет вести себя ровно так же, как если бы вы действительно были на море с коктейлем. Такое свойство мозга позволяет даже накачивать мышцы, просто силой мысли делая физические упражнения. Эту теорию я проверила на своем опыте. Когда я обучалась с Эриксоновскому гипнозу, мы с участниками курса выполняли соответствующие техники, представляя себя на отдыхе. Мой партнер представлял, что он отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле, по программе «Все включено» две недели. Все мелочи своего отдыха он описывал с большим удовольствием и за 40 минут отдохнул так, что сам был удивлен своему состоянию тела и духа. Очень рекомендую проверить эту информацию на собственном опыте. Краткое содержание. Устройтесь поудобнее и максимально расслабьтесь. Визуализируйте ваше сердце или голову. там откройте двери и зайдите внутрь. Теперь вы можете творить сады, цветы, водоемы, горы, поля, леса, все, что только пожелаете. Когда все готово, вы приглашаете к себе тех людей, которым хотите открыться и подарить свою любовь. Поздоровайтесь с ними, поблагодарите, что они пришли к вам и просто наслаждайтесь их присутствием. Если это переговоры, тогда начните ваш разговор. Оставьте вашу дверь всегда открытой, чтобы ваша любовь и благодарность разливались повсюду. Вы можете приходить сюда столько раз, сколько это необходимо. Эта методика может использоваться для решения любого вопроса. Это работает на все сто. Пробуйте.